Если брак обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Российский политик, депутат Государственной Думы от «Единой России» Константин Затулин заявил, что у России не хватает сил, чтобы освободить Курскую область. А также в эфире Российского государственного канала на всю страну признал, что в процессе освобождения российская армия будет просто уничтожать и стирать с лица земли собственные города и села, точно так же, как она это делает с городами и селами на Донбассе. Уже месяц прошел с момента вторжения, по сути, на территорию Курской области. И сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории. Или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Депутат Государственной Думы от Единой России прямо признает, что Россия будет уничтожать свои же собственные города и села. А поскольку, как мы знаем, эвакуация мирного населения оттуда практически не была проведена, то получается, что официальный представитель российской власти просто на всю страну признает, что Россия будет уничтожать собственные города и села вместе со своим же гражданским населением, со своими же гражданами. То есть если раньше, вы помните, да, они еще врали, что, мол, мы не бьем по гражданским, Россия работает аккуратно, значит, по мирным не стреляем, исключительно работаем по военным целям, то сейчас уже, пожалуйста, депутаты Госдумы на всю страну говорят, что собираются просто ровнять с землей все без разбора, что освобождение в их понимании это просто тотальное уничтожение. И просто вы сейчас подумайте, если они к своим так относятся, если они прямо у себя на телеке на всю страну говорят, что они будут просто все уничтожать, свои же села, города, с людьми, которые там остались, то представляете, насколько же им плевать на население Украины, как они, насколько они там бьют по гражданским в Украине, и вообще им абсолютно пофигу, что называется это, если раньше они там как-то еще стеснялись, то теперь они и своих не жалеют, то понятно, что на жителей Донбасса, там Харьковской области, Запорожской, им просто плевать втройне, им вообще все равно, сколько людей погибнет, то есть это такие вот абсолютно отмороженные мясники. Но на этом безумные откровения депутатов Госдумы не закончились. Он еще нашел, чем порадовать россиян, и дальше стал с грустью обговаривать ситуацию в Черном море. И Затулин признал, что Россия после разгрома своего черноморского флота ситуацию в Черном море больше не контролирует и не может устроить Украине, соответственно, морскую блокаду. Одесса является на самом деле, остается в этих условиях местом постоянного товарооборота. Речь идет не о зерне, которое оттуда вывозят, а его оттуда вывозят. И мы, к сожалению, на данный момент, ну, не в состоянии полностью прервать эти коммуникации. Туда везут оружие. Помните, как Путин в своей излюбленной хамской манере в прошлом году разорвал зерновую сделку, и тогда еще все российские пропагандисты грозились, что вот теперь-то Россия перекроет экспорт зерна из Украины. В итоге прошел год, и пришли к тому, что не то, что экспорт зерна не смогли перекрыть, а они теперь даже ввоз оружия контролировать и остановить не могут. Опять всех переиграли. Понимаете, в каком положении мы оказываемся? Корабли, которые везут наши грузы из Новороссийска, корабли третьих стран, эти же корабли везут и оружие в Одессу. Они сегодня делают рейс в Одессу, а завтра, например, в Новороссийск. Ну да, понятно. Потому что наши корабли сегодня не рукопожатные, условно говоря, из-за санкций в целом ряде стран. Мы используем суда третьих стран. Эти суда третьих стран готовы везти туда, где заплатят. Просто перевозчики. Если мы будем атаковать этих перевозчиков, то мы будем одновременно совершать удар по тем возможностям, которые мы используем для своего эксплуатации. Сложно. Вот в чем проблема. Обидно, да? В результате гениальных путинских многоходовочек российский торговый флот, по выражению российского же депутата Затулина, в мире стал нерукопожатным. Теперь для морской торговли Россия вынуждена использовать суда третьих стран, которые использует, соответственно, и Украина. Поэтому Россия не может атаковать и топить эти суда, потому что она от них зависит. И России приходится смириться с тем, что эти же суда вывозят зерно из Украины и, соответственно, поставляют в Украину военные грузы. Помните, сколько было крика, угроз с российской стороны, что не дай бог, кто-то вмешается, кто-то перейдет нам дорогу, кто-то, значит, там что-то помешает нам захватить Украину, перейдет наши красные линии, ух мы его. Ну, в результате мы видим, да, прошел год после разрыва зерновой сделки, и Россия просто позорно утерлась и признала собственное бессилие. И теперь даже сами россияне на своем телевидении фактически признают, что перехитрили просто самих себя. И это очередной провал Путина. Да, они об этом, конечно, не скажут. Ни депутат Затулин от Единой России, ни телеведущие, тем более эти все там пропагандисты, которые у Путина зарплату получают. Но это же очевидно всем, они понимают, что это Путин просчитался. Это его провал, это его вина, это он протупил. Все это видят, и чем дальше, чем дольше затягивается вся эта ситуация, тем более очевидно это становится всем. Обязуемся не наносить удары по объектам энергетики. Видные представители правящего российского режима сделали целый ряд достаточно неоднозначных заявлений, которые вызвали у российских патриотов яростную реакцию. Сначала выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который внезапно заявил, что для России важны не столько территории, сколько соблюдение прав русскоязычного населения Украины. Содержатся намеки о том, что давайте вот как бы исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Не хотели, но захватили. Ну, знаете, просто случайно так получилось. Понятное дело, что вот эти заявления Лаврова вызвали у российских патриотов достаточно гневную реакцию, поскольку в них усмотрели намек на отказ от дальнейших завоеваний в Украине. Мол, не захватили Запорожье и Херсон не потому, что не смогли, не потому, что сил на это у России нет, а просто потому, что территории для России не важны. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требуют международные права, многочисленные конвенции. Говорит, мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, относились по-человечески, поэтому их разбомбили. Ну, понимаете, это просто для их же блага.